Головы постояли и пахнут намного вкуснее, но пить их все равно нельзя. Очаг уже хорошо прогрелся, казанчик начинает шипеть и я выливаю сюда фильтрованную воду. Я вылив 5 литров фильтрованной воды и здесь у меня 1,2 кг бараньи ножки. Она уже порезана на кусочки и я ее кладу сразу в холодную воду. Узбекская шурпа это очень вкусный, густой, наваристый и жирный суп. Его варят обычно именно из барашка. При варке шурпы действует такое же правило, как и при варке бульоном. Для того, чтобы бульон был очень вкусным, мы кладем мясо и косточки именно в холодную воду. Тогда весь вкус из костей и мяса переходит в воду и мы будем наслаждаться обалденным вкусным бульоном. Сейчас водичка будет закипать. Я налил именно 5 литров воды, потому что в процессе приготовления шурпы вода немного выкипит. А добавлять воду в бульон уже нельзя, потому что вкус сразу испортится. Поэтому на 1,2 кг мяса нам нужно будет где-то около 4 литров водички. Я налил запасом, потому что водичка возможно выкипит. Бульон для шурпы уже закипел. Я собираю пену. Конечно, не так просто регулировать температуру в казане, когда есть живой очаг. И печка такая очень простая. Поэтому сейчас кипение идет слишком бурное. Для того, чтобы бульон был очень вкусным, нам нужно, чтобы температура кипения была не выше 95 градусов, как обычно. Поэтому огонь немного уменьшится, все прогреется. И кипение будет идти в тех режимах, в каких нам лучше всего. Шурпа – это узбекское блюдо. Но оно очень популярно у всех восточных стран. Его еще называют и черпа, и сюрпа, и шурпа. И разные вариации на тему шурпы. В разных языках есть разные названия. Но все эти названия объединяет одно. Она очень вкусная, наваристая, полезная и ароматная. Шурпу готовят круглый год. Зимой и осенью это будет один состав овощей. Весной и летом другой состав овощей. Самое важное, чтобы бульончик в шурпе был прозрачным. Когда шурпа прозрачная, это говорит о хорошем мастерстве повара. Нам уже пора менять дымоход, потому что он немного прогорел. И высота его уменьшилась. Когда мы солим бульон, соль помогает больше вывести белковых составляющих из пены. И пена легче отделяется. Бульон для шурпы в казане уже еле дышит. Температура самая прекрасная. Он очень прозрачный. Легкий аромат бараньего бульона и аромат дымка. Сейчас я сюда кладу две сушеные острые перчинки. Они дадут именно аромат перца, но не остроту. Также я еще немного посолю. А уже попозже, когда бульон будет наполовину готов, мы добавим сюда пряности. Зиру, кориандр и черный перец. Бульон я накрываю наполовину крышкой, потому что по правилам варки такие супы варятся при открытой крышке. Но чтобы уменьшить испарение жидкости, у меня будет крышка при закрытой. Вот так. Оставляем на часочек или час двадцать. Какая интересная птичка. Какой длинный хохолок у нее на затылке. Вот так сейчас хорошо видно его. Оперение голубое. Длинный клюв и желтые длинные лапы. Неужели так выглядят цапли вблизи? Ну какой хохолок! Друзья, бульончик для шурпы уже варится какое-то время. За это время мы успели покупаться на речке, отдохнуть, позагорать и насобирать вот таких диких яблок. Они росли прямо на берегу. Я очень хотел, чтобы в этой шурпе она летняя была или зеленая слива, или зеленые яблоки. Но я их нигде не мог найти. И вот сейчас такая удача. Мы нашли вот такие отличные яблочки, которые будут у нас в шурпе. Класс! Бульончик уже почти готов. И я добавлю пряности. Я буду использовать черный перец, зиру и зерна кориандра. Как обычно, я это все измельчаю в своей волшебной ступочке. Пока мы купались, огонь в очаге уже почти погас, и поэтому я подкинул пару свежих чурочек, чтобы температура поднялась. Поэтому бульончик начинает закипать. Кориандр. Черный перец. Чтобы пряности легче размалывались, я добавлю немного соли. И даже цветочек липа. Вот здесь рядышком вот такая большая липа, и она цветет. Черный перец и кориандр я уже размалывал и высыпаю. А зиру, как обычно, я растираю между ладошками, чтобы она раскрыла свой аромат. Бульончик прозрачный. Как я и предполагал, влага уменьшилась, потому что он был при предшитой крышке варился. Как же вкусно пахнет! Даже слюнки пекут. Сейчас пряности немного отдадут свой аромат, и мы попробуем на соль. Бульон полностью прозрачный, он идеальный. Это самый лучший бульон, какой я варил на живом огне. Сверху легкий слой жирка. Как раз суп будет густой, наваристый. Очень вкусно. Бульончик для шарпы уже доваривается, а я пока подготовлю овощи. Я буду использовать репчатый лук, помидоры, обычный красный, желтый, вот такой розовый, с таким темным оттенком, я забыл, как он называется. Желтая сливка, цветная капуста, болгарские перцы, желтый и красный, и обычный перчик, вот такой. Также морковку, яблочки, и все. И чесночок. Вот, есть молодой чесночок, очень вкусный. Самое важное, найти этот баланс гармонии, чтобы у нас шарпа оставалась жидкая, но чтобы все овощи там присутствовали. Приступ. Теперь самое время закладывать овощи. Закладываем по мере того, какие овощи дольше готовятся. Самым первым, я закладываю лук. Лук я порезал вот такими, тоненькими полуколечками, и выкладываю его в казан. У меня всегда получается шарпа очень густая, поэтому в этот раз я хочу контролировать, сколько овощей мы положим, чтобы она была жиденькая, чтобы это был очень вкусный суп, а не каша. Какая красота! Пока лучок будет томиться, я займусь морковкой, потому что морковка будет идти вторым номером. А вот у нас стоит на том берегу цапля. Она застыла и выискивает себе добычу. Рядышком с ней приземлилась еще одна цапля. Наверное, это ее подружка. Какая грациозная походка! Прошло несколько минут. Мы уже нарезали морковку, а лучок немножко протомился. Отдал свой сок, и бульончик стал жиже. Морковка молоденькая, я ее порезал вот такими колечками, если они были слишком большого диаметра, то полукольцами. Сейчас я займусь нарезкой перцев. Перчик я режу кубиками, размером сантиметр на сантиметр, чтобы они были крупненькими. И обычный сладкий перец. Овощи, которые должны готовиться немножко подольше, уже в казане. Сейчас уже все будет идти очень быстро. Я выкладываю в казан перчик, а также яблоки. Эти яблоки из дикой яблони. Я сейчас слышу их аромат и попробую на вкус. Кислинка, терпкость, как раз то, как будто бы это айва. Яблоки я порезал на 4 части и тоже выкладываю в казан. Когда шурпа зимняя или осенняя, я использую репку. Репка имеет очень интересный вкус, у нее нет крахмальности, и она придает шурпе благородство. Я сейчас уже никогда не использую для приготовления шурпы картошку или картофель. Я очень люблю картошку во всех ее видах и во всех блюдах, но именно шурпе я ее не использую. Поэтому для того, чтобы добавить что-то, которое будет похоже на репку, не по вкусу, а по текстуре, я буду использовать небольшие соответствия цветной капусты. Конечно, в цветную капусту почти никто не добавляет шурпу. Я добавлю, потому что еще начало лета, и поэтому нет репки, и это будет очень вкусно. Я добавляю несколько свежих молоденьких чесночинок, которые раздавил, только для того, чтобы они дали совсем чуть-чуть аромата. А теперь я беру помидоры, делаю над них разрез вот такой крестообразный и опускаю помидорчики в бульон. Через полминутки шкурка на помидорах будет легко сниматься благодаря этому разрезу и высокой температуре. Помидоры я использую разноцветные, у каждого помидора свой очень интересный и богатый вкус. Шурпа уже почти готова. Перемешиваем, чтобы помидорчики хорошенечко окунулись в кипящий бульон, и с них легко снималась шкурка. Теперь попробуем, хватает ли здесь пряностей. Я еще хочу добавить это пару колечек острого зеленого перчика. Он молодой, очень острый и ароматный. Аромат божественный. Я уже слышу аромат яблок и бульона. Кислинка. Класс. Острота присутствует, но все-таки я добавлю чуть-чуть острого перца. Еще. Вот столько. Я вылавливаю помидоры для того, чтобы снять с них шкурку. Яблоки, хотя и зеленые, и очень твердые, они уже развариваются. Шурпа у нас уже полностью готова. Сейчас мы закладываем сюда цветную капусту и убираем с огня. Шурпа полностью готова, но я чуть не забыл самое важное. Это, конечно же, зелень. Петрушка, укроп, кинза и базилик. Все это мелко измельчаю и добавляю. И вот самое приятное, это, конечно же, дегустация. Шурпа получилась отменная. Пахнет бомбейски. Единственное, что я немножко не рассчитал. Вот эти яблоки, они были настолько твердыми, казалось, что они такими и останутся. Но они разварились буквально за одну минуту, поэтому бульон, как был прозрачный, так и есть. Но кое-где попадаются мелкие кусочки яблочек. Обычно под такое вкусное блюдо я люблю предлагать крепкие напитки. Это, конечно же, зерновые дистилляты. Но сейчас лето, очень жарко, поэтому абсолютно никакого удовольствия от таких напитков никто не будет испытывать, даже от легкого вина. Поэтому будем дегустировать просто само блюдо. аромат яблок, бараньего бульончика, вкуснятина. Все ароматы настолько ярко переплелись. Все такое колоритное, вкусное и приготовленное на живом огне. Да, как нам повезло, что мы пошли гулять и нашли яблоньку с яблочками, потому что яблоки дали именно ту кислинку, какая должна быть именно в шурпе. Перчик слышно, поэтому горлышко хватает. Все отлично получилось. Мяско. А ну-ка, мяско. В бульончике так классно подчеркивается вся зелень и базилик. Я всегда добавляю шурпу базилик. Он дает ей этот неповторимый аромат. Это райхон по-узбекски, поэтому эта зелень там должна присутствовать. Также петрушка и укроп. Да, шурпа получилась остренькая. Даже, может быть, слишком острая. Но я такую люблю. Ох, какая острая. Но хорошо. Все отлично. А цветная капуста. Приготовлена так, как нужно. Она слегка хрустящая и обалденная. Кусочки жирка. Шурпа, это наваристый жирный суп. Класс. А с черным хлебом. Вкуснятина. Друзья, шурпа получилась великолепно. Когда-то давно, когда я только хотел и учился готовить, для меня это было целое таинство. Я очень долго собирался и настраивался. Сейчас я очень люблю готовить шурпу. У меня она всегда получается идеально, великолепно и легко. Это очень приятное и настоящее блюдо, когда ты можешь поставить бульончик, отдыхать, а потом буквально за 20 минут у тебя получается обалденнейшее блюдо. Поэтому, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Зажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Всем приятного аппетита! Молодцы! Нашли бутылку! Где же вы ее нашли, Барбоса?